Скорость 80. Камеры уже скоро закрыли. Камеры! Оп! Ахей! На этот арамбур мы можем пикировать на планере вот так. Скорость моя 200 км в час. Пронесёмся сейчас, засовывая крыло вот так в карман. А потом нос в планету и снова разгоняемся вот так по ёлочкам. И развернёмся в сторону аэродрома. И будет это... Ну, здесь, конечно, страшно. Вот так, смотрите. И-ху! Помчались. Здравствуйте, глубоковажаемые любители лёдных фитоспорта. Наш аэродром в редкой для вас конфигурации со снегом. Полоса оттаялась за эти дни. Чистенькая. И по этой причине я хотел бы заснять вам ролик. Зимняя посадка с попутным ветром. Как мы, друзья, летаем зимой. Вот так наш аэродром. И дует ветер со скоростью 23 км в час на горку, которая называется арамбр. На этот арамбр мы можем пикировать на планере вот так. И около самого склона будет достаточно приличный восходящий поток, который позволяет нам вот так шалить. Я сейчас специально прижимаю планер к рельефу. Скорость моя 200 км в час. Крыло шурует по этому рельефу. И вот смотрите, какой зуб торчит впереди. Смогу ли я к нему выбраться? Смогу. Ручку на себя. Оп! И сбросив скорость до 120, мы оказываемся практически на уровне гребня. А потом нос в планету. И снова разгоняемся и вот так по елочкам. Вот чем мы занимаемся зимой. Что будет, друзья, если мы не найдем на скале восходящий поток? Это довольно частый вопрос, который мне задают. Вот конкретная скала. Действительно достаточно стремная. И потока практически нет. То есть вот у нас ноль на вариометре. Я понимаю, что... Я, конечно, выберу сейчас до вершины этой скалы, но на вираже солью всю высоту, и нам придется возвращаться домой. И делать это быстро, потому что до аэродрома 10 километров, высоты немного. Если я продолжу эксперименты с вот этой горкой, видите, на вираже я слил сколько. Ну, на самом деле, я еще немножко разогнался, чтобы пройти красиво в карманчике. Вот, пронесемся сейчас, засовывая крыло вот так в карман, в скалы, еще в один карман, и развернемся в сторону аэродрома. И будет это... Ну, здесь, конечно, страшно. Вот так, смотрите. И-ху! Помчались! Субтитры сделал DimaTorzok Зимняя посадка с попутным ветром. А в чем нюанс? Ну, в лене человеческой, наверное. Прогресс человека 100, так сказать, вызвало наличие лени. То есть человек... Вот мы ленимся, например, ходить пешком, и поэтому всякую красоту мы смотрим вот так вот. Сюда можно пешком зайти долго-долго, по холоду. А мы сюда раз и на планере. Может человек посидеть здесь, свесив ножки, полюбоваться, как же красиво долина наша внизу. А мы можем без всяких ножек, силой, так сказать, своего разума, вот так вот сидеть здесь и любоваться нашей же долиной. Но вечерело, видите, на аэродроме тень. И мой ученик ругается, говорит, Волков, ты нас заморозишь. Ну, потому что действительно загружать планер в ангар, когда солнце на светит. Это очень холодно, там порядка минус 5 градусов сейчас должно быть где-то, ну, всяким сибирякам этого не успугаешь. Но все-таки для нас, уже жителей Прованса, здесь все-таки холодновато, минус 5. Ну и опять же, мы целый день в планере, тяжело. Поэтому я хочу приземлиться по ветру. То есть я не хочу приземляться против ветра. В этом случае я остановлюсь где-то в районе вот этого здания, вот в центре, справа от полосы. И мне придется долго и нудно толкать планер, потом мы его будем толкать к ангару. Мы этим занимаемся спортом уже 3 дня с Женей, потому что дул сильный ветер Мистраль. И этот ветер мешал нам, ну, не позволял от слова совсем приземляться по ветру. Потому что скорость была бы большая, я бы просто не успел в этом аэродроме остановиться. И парковался, видите, там вот наш ангар. Вот, о-о-о. Ну, короче, нет, надо перлом показывать. Друзья, у меня множество инструментов для показывания. Вот у нас, смотрите, кафе, а вот ангар. Вот в кафе можно запарковаться, если не уметь нормально, так сказать, приземляться, если нормально не тормозить. А ветер попутный нам будет помогать врезаться в кафе, потому что, ну, сами понимаете, сила ветра это лишняя энергия относительно земли. То есть, если у нас обычная скорость касания 90 км в час, то ветер в 20... Сколько сейчас дует? 22 км в час. Соответственно, у нас будет относительно земли, если коснемся на 90, 112 км в час. То есть, несколько больше, чем я хотел бы. По опыту здесь, на этой полосе, допустима посадка по ветру при скорости ветра до 25 км в час. То есть, у меня еще 3 км в час есть. Поэтому я, так сказать, знаю, что я здесь один и никому сейчас не помешаю. Бывает ситуация, когда заходит много планиров на посадку, и в этом случае кто-то был бы более правильным и не менее ленивым, чем я, и садился бы, например, от склона. И мы могли бы на встречных курсах с ним сойтись. Это было бы неприемлемо. Что я могу сделать сейчас из красивого? Я могу низкий проход сделать. Ну, конечно, прям по колдуну видно, что четко, ровно по полосе. И дует все-таки ощутимо. Колдунчик так стоит. Будь здоров. Но мы были недавно внизу. Мы видели, что ветер не сильный. Поэтому принимаю стратегическое решение приземляться по ветру. Повторять это не нужно без должного опыта. Рация у нас включена. Я сейчас сделаю низкий проход над полосой, чтобы было красивее. Зачем нам унылые заходы на посадку? Над полосой мы пройдем достаточно высоко. Энергия у нас валом. Можем даже пройти несколько раз. Вот скорость 200 км в час. 250. И я ниже пройти не могу. Просто потому, что у меня ограничения. Не хочу здесь лететь больше 250. Небольшой резерв оставляю. Как я могу пройти все-таки ниже? Я могу сделать еще один кружочек. Заодно еще раз посмотрим ветер. Ну да, так ощутимо дует. Кстати, можно на скорость GPS посмотреть, сколько же мы шуруем по ветру. Ну да, те же самые 20 км в час. Пробуем еще один проход. Так как я немножечко высоты потерял. Посмотрим, сколько же я пройду сейчас. 200, 250. Оп. Все равно высоко. Все равно мне не нравится. Тот самый случай, когда можно разочек еще раз повторить. Рука уже лежит на шасси. Потому что сейчас нужно будет все делать достаточно быстро. И шасси одновременно выпустить. Выпустить и развернуться. Главное камеру не задавить. Она у нас на полосе. 200. Вот сейчас камерой должно хорошо быть. 250. Ну вот, красиво. Вот он колдун. Не, не сильный ветер. Нормально. Я, соответственно, выбрасываю шасси сейчас на скорости 140. Есть контакт. Закрылок ставлю на 10 градусов. Тормоза воздушные выпускаю, проверяю. И смотрю, как я иду относительно земли. А иду я не очень быстро. 120 км в час. Движение не очень быстрое. Но у меня уже вариантов других нет. Как садиться по ветру. Я осознаю, что это будет очередной мудаческий подвиг. Друзья, я больше догнетаю для того, чтобы об ролик было интереснее смотреть. Ничего такого страшного нет. Вот край карьера. Я оставлю подлиннее немножко глиссаду. Сейчас сделаю вираж. Выпускаю воздушные тормоза на треть. Даже на половину, на полную выпустил. Сейчас уменьшил. И смотрю на свою скорость относительно земли. Да, большая. Да, ужас. Но ни в коем разе не ужас, ужас, ужас. Вот сейчас я побыстрее просаживаю себя к земле, к планете. И сейчас убираю на тормоза, чтобы подлететь поближе. То есть я понимаю, что в аэродром я уже поместился. Никаких проблем. Но разве что будет... Может камеру свою с объем сейчас. Боюсь попасть в камеру. Она где-то здесь. Ну я ее объехал. Все. Едем нормально. Чуть отторможусь, чтобы точно в ангар не заехать. И сейчас задача будет подкатиться к собственному ангару. Потому что я курсанту обещал, что... Чувак. Как только закончится мистраль, больше ты планер толкать не будешь. Но, похоже, я немножечко облажался. И не учел то, что снег и сопротивление к качению больше. Обычно я докатываюсь до ангара. Женя, прости ради бога. Ну, не докатился. Извини. Ну как, ничего? Нормально. Друзья, видите, все учел. То учел, это учел, это учел. А то, что буду по-насту ехать, и у колеса будет большое сопротивление, не учел. Ну, лучше так. Лучше в одну сторону, чем в другую. А представьте, я бы это учел, и думаю, мне надо так скорости побольше. А потом раз, и под снегом лед. И я тормози, не тормозимся. Тормози, не тормозимся. Торможу, кстати, вот у меня воздушные тормоза. В конце хода воздушных тормозов есть гидравлический тормоз. Видите, вот такой упорчик как бы. Вот сейчас, если нажимаю, это как вы жмете тормоза на автомобиле. Срабатывает обычный дисковый тормоз, и тормозит планер. Так что у меня огромное количество инструментов. Естественно, гидравлический тормоз я попробовал рано на полосе, чтобы если вдруг чего, иметь возможность свернуть. Куда бы я свернул, если что? Видите, крыло показывает там такой карманчик. Можно было бы туда заехать. А можно было бы вообще на такую циркуляцию, на круг уйти. Если что, втыкать консоль планера в планету, например, как сейчас. И вот так вот, консоль способна помочь развернуть планер очень быстро. Вопрос, что иногда настолько быстро, что хвост оторвает. Нам таких ужасов не надо. Тренируйтесь, учитесь новому, но начинайте это обязательно с отдаленной перспективы. То есть чуть-чуть легкая попутная составляющая, потом может быть чуть-чуть больше. То есть саму посадку по ветру, хоть немножко с попутной составляющей ветра, нужно уметь выполнять, просто потому что так может получиться. Может, вы прилетели на поляну, заходите на посадку, бац, ветер поменялся. И у вас ужас там, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То есть нужно понять, что можно приземлиться, с попутным ветром будет просто больше энергии, нужна больше дистанция для торможения и, соответственно, момент касания, больше нагрузок на всю конструкцию, потому что колесо несется на большей скорости относительно, так сказать, земли. Вот. Любая кочка жестче срабатывает по планеру. Это учитывайте, не ленитесь, не делайте, как я. Лучше потолкать планер всегда, чем, значит, там накосячить. Ну, все-таки по чуть-чуть тренироваться можно. И потом вот так красиво доезжай до аэродрома. Лень – это двигатель прогресса. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова